Здравствуйте, дорогие поклонники компьютерных игр, гости мира новой реальности. Я хочу хорошенько закатать рукава сегодня, потому что у меня грандиозные планы. Я собираюсь, если, конечно, получится, рассказать о 12 играх для всех типов игровых систем, которые продаются в магазинах Дэнди. Это и 8-битная Дэнди, и 16-битная Sega Mega Drive 2, и Pro 16-бит, это Super Nintendo, и, конечно, очень популярный уже, хотя и достаточно молодой для нас, Game Boy. Сегодня в нашей программе. Бэтмен, Бэтмен, где ты был с каратистом Пепси пил? На троих с мужиком в колпаке. Впервые в нашей программе «Пантера без штанов», а Леопард в настоящих кроссовках. Старичок Уиз снова ищет свою Лиз, а ему мешают Донки-Конг и отважные летчики, белки и хоккеисты. В эфире мы. Совершенно свежая информация, только что поступившая на наш Телефакс, на Телефакс нашей передачи. Это новые цены, которые вы можете видеть в магазинах Дэнди на все виды игровой продукции. Приведу лишь несколько примеров. Пистолет для приставок теперь стоит 14100 рублей. Неплохо. Автомат 32900, ну это, конечно, потому что он в два раза больше и в два раза дольше стреляет. Sega Mega Drive 2, азиатская версия, стоит 545500 рублей. Дополнительно вы получаете высокочастотный шнур. Кто понимает в телевизионной технике, тот знает, о чем я говорю. А европейская версия стоит 620100 рублей, но дополнительно вы получаете джойстик и игру Sonic 2. По-моему, это неплохая задумка. Ну и, наконец, я объявляю последние, самые свежие цены на приставку Super Nintendo. Ту самую, о которой мечтают миллионы наших зрителей. 644400 рублей. Звучит очень соблазнительно. Ну и, для тех, кто умеет читать проценты, информация о том, что картридж для Super Nintendo стоит на 5% дешевле. Они дороже, как вы могли подумать. Вот такая информация, а мы продолжаем рассказ об играх. Время пошло, у нас много работы впереди. И первый картридж у меня в правой руке оказывается Wild Quest of Chester Cheetah. По дизайну картриджа и картинки вы сразу, очевидно, поняли, что это Sega-овская игрушка. Берем приставку Sega, которая здесь уже стоит у меня под парами, и вставляем туда эту замечательную игру. Смотрим. Начинается игра с небольшого урока американской географии. Для этого создатели ее поместили на экран карту США, не забыв в левом нижнем углу о своем 50-м штате Гавайи. Вот оттуда, очевидно, утомленный с солнцем и работой и отправился Ягуар по имени Chester Cheetah на своем мотоцикле Harley-Davidson в далекие путешествия за новыми удовольствиями. Правда, мотоцикл взять ему с собой в кадр не дали, поэтому он так слабливо скалится на вас. А дали вот такие керы, которыми он прыгает на головы своих соперников, и, оттолкнувшись от них, хватает в воздухе символические очки в виде кошачьих или ягуарочих лапок. Ну и вот, достигнута первая цель первого уровня, и что же, думаете, нас ждет? Никакие не монстры, а просто жирная тетка, падающая с неба на своеобразном зонтике. Эту жирную тетку и полюбил Chester Cheetah, отчего глаза у него вылезли наружу, и он умер. Посмотрим, что будет с вами. Классная игрушка. Помните, в какой-то из наших программ я попросил вас нарисовать портрет Chester Cheetah, и вот какую я получил плакатищу. Давайте посмотрим. Вот. От Ситникова Константина и Фроленкова Романа, город Москва. Тут есть их телефоны, мы обязательно им позвоним, но пока, к сожалению, это только один конкурентно способный плакат, поэтому подводить итоги этого конкурса мы подождем. Следующая игра для Сеги, пока я буду складывать этот плакат, «Розовая пантера отправляется в Голливуд». Это приключение довольно популярного героя мультипликационных фильмов в Америке, «Розовые пантеры». Она не человек, это кошка, дикая кошка, но розового цвета, в чем ее, так сказать, прелести есть, потому что в природе розовых пантер не бывает. Как вы знаете, они все черного такого синевой цвета, а розовая пантера, она больше похожа на голову такого человечка. Давайте посмотрим, что она делает в Голливуде. Дождалось кошачье племя. Не только ягуары, но и пантеры наконец-то стали героями компьютерных игр. А то от черепашек и уток уже немножко мутит. Пришла пора и породе кошачьей проявиться на 16-битных просторах. Причем сразу начались не совсем обычного цвета для этих элегантных созданий. Розовые пантеры, ну где вы такое видели? Ну, разве только в Голливуде. Для двоечников сообщим, что Голливуд это там, где снимается половина мирового кино. Троечникам будет интересно узнать, что Голливуд находится в Америке. Четверошники с удовольствием услышат о городке Лос-Анджелес, а пятерошникам, ха-ха, пятерошникам я и сам отродясь не был, хотя в Голливуде уже успел побывать, несмотря на это. Мальчишкам придется по душе красная перчатка на пружине, а девчонкам понравится фигура героини, согласитесь, не каждая наша девушка может похвастаться такой стройностью тела. Да и цвету кожи можно позавидовать. С Сегой и играми для нее мы пока повременим, а сейчас перейдем к 8-битному формату. Естественно, что таких приставок все еще пока еще больше в домах наших зрителей, и эта ситуация будет длиться довольно долго. Я думаю, пока благосостояние нашего народа настолько не повысится, что родители наших зрителей начнут покупать им вместо приставок Дэнди Джуниор за 99 500 рублей или Дэнди Классик за 161 500, приставки Супер Нинтендо за, правда, 644 400 рублей. В магазинах Дэнди грандиозная распродажа. Дэнди Юниор 100 тысяч, Sega Mega Drive 2 550 тысяч, Супер Нинтендо 645 тысяч, гарантия 6 месяцев. Магазины Дэнди, Красная Пресня 34, Петровка 12, переход в метро Театральная, ГУМ. Первая игрушка с неведомым ни названием. Давайте разбираться вместе. Давайте будем называть эту игру таким вот хорошим русским словосочетанием. Дело в том, что я не нашел ни в одном китайском словаре иероглифов, изображенных на обложке этого картриджа. Так мы и не узнаем, как же действительно называются приключения бодрого юноши в синем тренировочном костюме. Да-да, именно в таком костюме ходит ваш папа после работы по дому и шаркает тапочками. Ну, а наш герой тапочками не шаркает, а бодро размахивает ногами и руками, убивая каких-то подлых спартанцев. Почему спартанцев? Потому что на головах у них наподобие древнегреческих шлемов. И вообще, по истории у создателей игры была твердая двойка. Дело происходит на руинах, по-моему, какого-то разрушенного японского города. После удара нашего паренька враги отлетают вдаль, как журавли, размахивая на прощание перед смертью левой ногой. Вот такая прелесть таилась за китайскими или японскими буквами на картридже LD-09. Это его номер, так сказать, каталожный. Где-то еще у меня был очень интересный картридж, где-то он был. Об игре «Бэтмен» мы уже рассказывали в нашей программе об игре для приставки «Дэнди». Но этот картридж отличается от всех других вот чем. На обратной стороне его, о чудо, коды ко всем уровням этой игры. То есть сразу, не играя никогда в «Бэтмена», вы можете выбрать любой уровень и набрать четыре буквы. N, W, K, U. Уровень номер четыре. G, P, Z, T. Номер тринадцатый уровень. Вот, давайте мы с любого уровня сейчас начнем, и я покажу вам, как действуют эти волшебные коды на самом деле. Опа! Поехали. Набираем код. Немудростая лукаво, мы решили начинать с самого первого уровня. Ведь в другие вы сами залезете, если в руки вам попадет не какой-нибудь левый продукт, а настоящий, дэндевский, или, как правильно говорить, дэндевый картридж. Нам и в первом уровне хорошо, тем более, Бэтмен был, есть и, наверное, будет одной из самых любимых игрушек в восьмибитном формате. Бедолага в плаще снует по крышам Готэм-Сити, расправляясь с врагами при помощи различных приспособлений недвусмысленного характера. Острые колючие метательные бумеранги, веревки с крючками и пресловутый огонь, вылетающий из рукава, как кости у царевны-лебеди из русской сказки. Те, у кого по химии не два, наверное, заметили, что в конце этого уровня Бэтмен легко по ходу открывает месторождение углерода, натрия и серы. Ну что ж, мне кажется, это прекрасная идея написать все коды на задней стороне картриджа. Она немножечко уменьшает интерес и сюрприз, который содержится в каждой игре. Но есть в этом и положительная сторона. Ребенок, который никак не может пройти первый уровень, ну что-то у него не получается. Несчастная судьба такая у него в нашей новой реальности. Он может спокойненько плюнуть на второй уровень и начать играть в третьем, четвертом, в любом другом. Но не на всех еще картриджах, а вернее сказать, почти не на каких картриджах еще кодов нет. Так что картридж Бэтмен представляет собой некоторым образом уникальный образец. Добро пожаловать в мир 16-битной супер-нинтендовской реальности. Совершенная игровая система Супер-нинтендо! Буквально на носу уже, на носу, чемпионат мира по хоккей. Он, как вы знаете, проводится весной, но в настоящий хоккей весной уже особенно нигде не поиграешь. Поэтому я предлагаю вам картридж, который называется Брэд Халл Хоккей. Был такой канадский хоккеист Бобби Халл. Он был очень известен, несмотря на то, что был почти совсем лысым. Ну, как я его помню, по крайней мере. И у него был сын. Сын рос, 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 рос. И стал тоже очень популярным хоккеистом Национальной Хоккейной Лиги США и Канады. Поэтому создатели игрушек взяли его фамилию и поставили в заголовок хоккейного симулятора. Давайте посмотрим, что такое Брэд Халл Хоккей в режиме, вернее, в формате, в режиме, в формате Супер-нинтендо. Не стоит забывать, что хоккей вообще игра культовая. И в Америке все без исключения и, конечно же, подростки относятся к ней с трепетом. Сейчас мы с вами присутствуем на матче между командами Сент-Луис и Ванкувер. Четвертая минута матча только что началась, а вы уже видите, как отдельно наверху монтажным кинематографическим образом показан момент вбрасывания шайбы. Самый трепетный, самый напряженный момент во всей игре, ну, если, конечно, не считать самих голов. Несколько слов о Брэдте Халле. Он сын Бобби Халла и начал играть в хоккей в 4 года, а в 8 лет уже побеждал в составе школьной команды. Такой спортивной судьбе можно только позавидовать, что, собственно, и делал его отец все эти годы. Потом Брэд Халл, сейчас ему уже 31 год, стал довольно известным хоккеистом Национальной хоккейной лиги. И именно поэтому, я думаю, создатели игры решили поставить его имя на обложку картриджа. Конечно, научиться играть в хоккей как следует только с помощью игрового компьютера никогда не получится. Ни у кого не получилось бы и у Брэдта Халла, если бы в свое время он не взял в свои маленькие нежные розовые ладошки шершавый крючок и впервые не пнул черный круголя шайбы по скользкому льду. Да, Боби Халл, наверное... Когда играл Боби Халл? Боби Халл играл где-то до 75-го года, когда вас еще не было на свете 100%. И он тогда не мог предположить, что будет такая переприставка, как Super Nintendo, ну и, конечно, что именем его сына назовут популярнейшую хоккейную игрушку для этой приставки. Годы идут, и сегодня мы с вами вряд ли предполагаем то, во что будут играть наши с вами дети. Вернее, не мои, а ваши. Потому что во что играет мой сын, я прекрасно знаю. Вот во все вот это он и играет. А мы с вами играем дальше и играем в Дэнди. Я не могу расшифровать эти иероглифы, которые на картридже написаны, но будем разбираться вместе с вами. Старт! А вы знаете, есть какое-то удобство в том, что у игры нет названия. Мы знаем, что китайский язык — это сплошь слова из трех букв. Так что вы можете назвать эту игру любыми словами из трех букв. Ну, кроме, конечно, новых слов на букву «Х», таких как «Хироу» и «Херши». Ну что ж, а теперь перейдем к самой игре. Материзовавшееся в облачках. Герой ее — толстый мужчина, довольно небритый, отправляется слева направо по кадру к новым приключениям и богатствам. Вот только что на ваших глазах он взял новое богатство. Убил трех гномов, почти убил сову, достал снова денег, еще один гном. О, чудом спасся. Ну что ж, и новый уровень. Главное — не упасть в реку. Смерть гномам. Гномы превращаются в кубики с мышами на обложке, а уж те, в свою очередь, превращаются в ступеньки. Укус змеи, смерть, снова оживление, сундук с богатством, богатство в руки, сова в кубик, кубик в воду, мужик в воду, и снова к новым приключениям. Ура! Главный враг первого уровня, победить его нам не удастся. Время неумолимо бежит, и мы переходим в сеговский формат снова, потому что у нас осталась одна необыгранная игра. Товары от Дэнди можно купить везде. Но как отличить их от подделок? Только настоящие товары от Дэнди имеют гарантию 6 месяцев и фирменную наклейку или надпись Дэнди на коробке. Но лучше всего сделать покупку в фирменных магазинах Дэнди. Красная Пресня 34, Петровка 12, переход метро, театральная ГУМ. Вот этот картридж называется Уиз и Лиз. Производство фирмы Псигнозис. Псигнозис. Фантастические приключения маленького колдуна. Уиз это сокращенный от Визард, волшебник. Вот чем маленький колдун занимается там, давайте с вами вместе посмотрим. Опа! Поехали! Как-то мы уже рассказывали об этой игре, но с тех пор мы получили много писем, звонков и почтовых переводов с просьбой вернуться к ней снова. С удовольствием делаем это по многим причинам, главная из которых в том, что игра необычайно хороша и быстра. Именно быстра, так как такой шустрой гонялки-собиралки мы давно не встречали. С просонья или на ночь в неё играть не рекомендуем, может не получиться. Носится старичок Уиз туда-сюда по бесконечной платформенной местности и собирает различные фрукты и буквы с целью сварить из них волшебный компот. Потом происходит волнующая романтическая встреча со старушенцей по имени Лиз. И начинается у них тут, нет, не любовь, как вы подумали, а совместная трудовая деятельность по приготовлению волшебных компотов. 93-го года производства эта игра. Но, насколько я знаю, она стала очень популярной среди игроков, потому что в ней нет насилия, и в неё играть могут и девочки, и мальчики. Девочкам, как вы знаете, меньше достается со стола новой реальности, потому что, как правило, это всегда какие-то драки, стрелялки или убивалки. Ну, а девочкам ничего не остается, как можно это смотреть и вздыхать. В игру With and Please с удовольствием играют девчонки. Или будут играть, если они смотрят внимательно нашу передачу. Теперь снова 16-битные супер-нинтендовские просторы. Ты в школе, в дороге, на работе или в отдыхе? Тогда геймбой! Карманный, со сменными картриджами, в которых сотни твоих любимых героев! Геймбой никогда не надоест! Уже сегодня в магазинах Дэнди по всей стране! Геймбой всегда с тобой! Но перед тем, как мы снова вставим картридж в приставку Супер-Нинтендо, я хотел бы вас немножечко удивить. Вы все прекрасно знаете, что такое Donkey Kong Country. Это великолепная игрушка именно для этой приставки. Но, оказывается, и в формате геймбоя есть игра Donkey Kong. Вот она передо мной на столе. Это, конечно, не та игра, которую вы наслаждаетесь на приставке Супер-Нинтендо. Но в ней действует тот же самый герой. Здоровенная горилла Donkey Kong. Именно он в 1900, знаете, каком году? Сейчас я попытаюсь вспомнить сам. Это игра производства 1994 года. Но первый Donkey Kong, производство компании Нинтендо, появился лет 10, наверное, назад. Где-то в 1984-1985 году. Тогда это были еще, знаете, такие складные игровые системы. Они были похожи на калькулятор или на электронные часы. Открывались, как наша... Ну, погоди. Она стояла из двух уровней. И, помню, была потрясающе сложная. Хотя, теперь уже, глядя из нашего Супер-Нинтендовского и геймбоевского настоящего, это прошлое кажется довольно смешным. То, что вы видите на экране, не совсем геймбой. Изображение с маленького аппаратика, вполне четкое и красивое на маленьком дисплее, очень трудно снять на камеру и показать вам на ваших телевизионных экранах. Поэтому мы используем хитрое устройство, называется Nintendo Super Game Boy. При помощи его можно маленькие картриджи играть на больших приставках Супер-Нинтендо. Мало того, что один и тот же карт играется в разных системах, так игра еще и красится иногда в несколько цветов, в зависимости от игры. В наших следующих программах мы планируем показать вам это приспособление, может быть, оно вас тоже заинтересует. Но что касается самой игры, то это приключение Марио в поисках принцессы. Только Донки-Конг здесь враг и злыдень. Он не дает Марио спасти принцессу и убивает его. Ну а теперь, теперь действительно Супер-Нинтендовское качество, Супер-Нинтендовская новинка, и я считаю, что великолепное качество картинки и фанов продемонстрировала фирма вот в этом картридже. Разработчик и программист фирмы Ocean, Океан, а игра называется Мистер Натс. Изображение белочки не случайно. Белочка, которая опирается на кучу орехов. Ведь Натс по-английски орехи. Вы, наверное, внимательно смотрите рекламу, поэтому знаете, что Натс это орех, а Натс это орехи. Но тут одна есть феня. На конце имени Бельчонка не буква С, как бы было правильно написать по-английски, а буква З, то есть как бы Натс. Чем это обусловлено, я не знаю. Ставим сейчас картридж, где он у меня? А вот. И начнем играть. Мистер Натс, Мистер Крепкий Орешек. Мури Ленд, Journey One, написано на обложке этой игры. Мури по-английски не какое-нибудь ругательство, а просто муд это настроение, а мури это то, что создает настроение вот такое приблизительно, как у этого веселого Бельчонка. Смотрите, какими замечательными свойствами он наделен. Во-первых, ему совершенно не страшны синие помидоры, которые то тут, то там появляются на экране. Конечно, с одного удара рыхлую гусеницу полосатую победить не удается, но два пинка ногой, и ей капец, как и этой пчеле. Сразу на ум приходят ассоциации с Соником. Номер один, номер два и номер три. Соник, конечно, был пошустрее, и музычка там была поприличнее, но и Мистер Натс, особенно для тех, кто впервые берет в руки джойстик, и сразу такой хороший, как джойстик от Супер Нинтендо, эта игра доставит грандиозное удовольствие. Да, симпатично. Я не обманывал вас, когда говорил, что качество этой игры великолепно, и это не случайно. Знаете, дело в том, что в этой игре, разработанной фирмой Океан и распространяемой фирмой Лагуна, безумное количество уровней. От красок на экране в глазах рябит, что с одной стороны не очень удобно, а с другой стороны именно этого и добиваются программисты и художники, чтобы как только вставили вы картридж в приставку, так уже не смогли от него оторвать глаз. Геймбой всегда с тобой. Я еще не рассказал об одной игре для, для, для Супер Нинтендо. Это очень сложная, но очень интересная игра для тех, кто обладает стратегическим мышлением. Потому что называется она Carrier Aces, или, говоря по-нашему, Ассы-бомбардировщики. Инструкция на трех языках, английском, французском и немецком, уж один-то язык, по крайней мере, вы должны знать уже кое-как. А сама игра — это имитатор самолета-бомбардировщика. Есть целый отряд игроков, которые без этих игр жить не могут. И с ног сбиваются еще какой-нибудь Urban Strike, Desert Strike или Чоплифтер в формате Супер Нинтендо. Вот фирма GameTek для вас сделала новую версию такого летателя. Катридж вот здесь. Он помещается в приставку. От винта. Есть от винта. Полетели! И когда только начнут наши отечественные производители делать компьютерные игры, а то я уже измучился переводить их названия с английского, немецкого и китайского на русский язык. To carry — по-английски «нести», а carrier, соответственно, «носитель» или «авианосец». Ассы с авианосца. Вот, наверное, полное и самое объективное название этой великолепной леталки-стрелялки. Богатство этой игры не в картинке, и не в фонах, и даже не в шумах. Прелесть ее в том, что просторы, по которым вы можете летать, управляя штурвалом своего истребителя, поистине беспредельны. Сколько угодно миль влево, сколько угодно миль вправо, и всегда новые, все более и более подлые враги. Но что вам какие-то там враги, когда уж давно заправлены в планшеты всякие карты, а рубашки заправлены в штаны, а майки, соответственно, в носки. Поэтому удачного вам полета, стартов и посадочных посадок! Ну что ж, программа наша подошла к концу. Пора возвращать рукава в нормальное состояние. Для любителей журнала видео о сденде новой реальности я сообщаю, что в ближайшее время, наверное, уже через неделю, может быть, чуть больше, появится журнал, состоящий из двух номеров. Первый, 100-страничный номер, обычный магазин. Магазин, говоря по-английски. А второй номер, внимание, не падайте с кресел, это полностью 100 страниц секретов, подсказок, паролей, кодов и всего-всего-всего, чего вы так ждете с таким вожделением. Не пропустите этот номер журнал, и, естественно, на следующий выпуск. До следующего. Редактор субтитров А.Семкин